В мирное время родители дали девочке имя Вера и строили планы на будущее. Но война изменила все. Отец, учитель физики, ушел на фронт и погиб в 43-м под Смоленском. Мать, учительница литературы, умерла. Двухлетняя Вера попала в детский дом, который стал для нее родным. Так что знает она только от родственницы, немного о своих родителях. Из Ленинграда были эвакуированные дети. И жили они в школе, где работала мама. А зимой надо было отапливать. А кто бы, то есть она при заготовке дров подорвалась и умерла. Но папа, если в сентябре погиб, она через два месяца умерла в 43-м. Веру Вениаминовну всегда интересовала судьба родных. Она бережно хранит фотографии и родителей, и деда. В ее квартире будто переплелась история. Тут и фотографии вождей, и поэтов, полотна художников, и необычные статуэтки. Аксенова ни о чем не жалеет. Говорит, надо жить с интересом к происходящему вокруг. Много читает, причем самую разнообразную литературу. Освоила компьютерную грамоту. Наверное, благодаря тому, что в детстве была мастером спорта по шахматам, да и от отца достался математический склад ума, считает она. Жалеет только об одном, что не помнит своих родителей. Можно чему-то научить человека, какой-то профессии, но ты уже рождаешься внутри такой, какой ты есть. Если ты хочешь делать добро, тебя никто не заставит делать зло. Никогда. Судьба не баловала. Жила и в Ростове, и в Новосибирске, работала топографом. И все это время мечтала найти могилу своего отца. Только в 2013 году поисковики помогли Вере Вениаминовне попасть в город Духовщина. Его в 43-м и помогала освобождать от фашистов отец. А в Сочи оказалось не случайно. В послевоенное время каждый год детдомовцев вывозили на три месяца к морю. С тех пор любовь к Сочи неизменна. Елена Всецна, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.